Сынок, ты уроки выучил? Бать, мы же на море! И что? Хе, кто пишет углубился в чтение? Моё первое и последнее занятие йогой закончилось следующим умозаключением. Докторская колбаса никогда не свернётся в Краковскую. Звонящий тебе человек гораздо больше боится тебя, чем ты боишься брать трубку. Ага, если на том конце провода экстраверт. Россияне стали больше тратить на спорт. Спрос на велосипеды вырос в 2,5 раза по данным МТС Банка. Ненавижу велосипед. Обожаю велосипед, да, на велосипеде классно с горки ехать, а не в горку. А чем ты на жизнь зарабатываешь? Я работаю с финансами. Ого, так круто! И не говори, каждый день такие суммы через мои руки проходят. Брутальные куры. Звучит песня «Беспечный ангел». Этот парень был из тех, кто просто любит гриль. Любит барбекю и громкий смех. Жар углей и жиросвист. Ага, уснул. Сейчас посмотрим его историю запросов. Что он там за... Кхм, смотрит. Лечебный матрас для позвоночника, пояс из собачьей шерсти купить, тонометр купить онлайн. Погорячились, ребята? Ставьте два, нам пофиг, мы в армию. Что-то мы лоханулись. Ого. Без лоха и жизнь плоха. Съешь 4 печеньки за 60 секунд и получи 1000 рублей. Кто пишет, мне нужен адрес, я выезжаю. Студентам это покажите, они и мужика успеют сожрать. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка мемасиков. Поехали! Стул не работает, а то сразу не видно. Женщина в Австралии нашла самого большого паука в мире. Что ты такое? Кто пишет, вы удивляетесь, почему Австралия так часто горит? Она загорается от поп-туристов, которые видят пауков. Когда решил переехать от родителей? Кто пишет, уютненько. Совет дня. Очень простое правило, которое делает всем жизнь немного лучше. Увидел, что кто-то молодец, кто-то написал статью, спел песню, выиграл конкурс, просто сделал что-то классное, что ты считаешь классным. Напиши этому человеку в комментариях, а лучше лично, типа, чувак, ты молодец, ты потрясающий. Да, кстати, это поднимает настроение на самом деле обоим людям. Мне вот иногда пишут вконтакте, в личку или в комментариях, вот вы пишете, что я там крутой, типа, я такой смотрю, блин, приятно. Я, конечно, знаю, что я не крутой, но приятно, что кто-то так думает. Ну, вообще приятно, когда тебе выражают респект за твое творчество. Я в 14, вот вырасту и вообще никогда не буду позориться и шапку носить. Я в 27. Вот я вырос и теперь вообще не буду позориться и шапку не носить. Буду всегда носить, потому что позориться это теперь не носить шапку. Скоро во всех городах России без QR-кода с QR-кодом. Люблю рисунки этого автора, я забыл, правда, как его зовут. Но он крутой. Скрытность 100. Это тетрадка от знаний светится. Или это подписчик Алексея Савы, который смотрел стрим по КСу ночью под одеялом. В тот момент, когда Сава поймал флешку и малой сразу спалился. По-моему, у меня после того момента несколько зрителей пропали. Мама зашла, спалила, такая, а ну спать, ложись быстро. Сразу минус половина зрителей. Хочу, чтобы вместе с печатает и записывает аудио было ещё ищет эмодзи. Или ищет нужный мем в сохрах, да-да. Я буду в чёрной приоре. Моднявые тапочки. А есть такие же, только ауди. Смотри, требуется грузчик, пойдёшь? Не поняла. Ну ты же меня вечно грузишь своей фигнёй. Видела тезис, что прокрастинация это результат всех тех разов, когда ты перешагиваешь через себя и пашешь, несмотря на страдания. Мозг запоминает, что нагрузка равно боль. И пытается всевозможными хитростями этого избежать. Зачем так усложнять? Ты же просто не хочешь чего-то делать, и твой мозг тебя отговаривает это делать. Говорит, давай лучше посмотрим видосики, давай там гулять сходим, ещё что-нибудь. Лишь бы делами не заниматься. И этим средством парни моют всё тело. У девушек в ванной, у пацанов в ванной. Средство для мытья яиц. Кто пишет, я вообще ферри моюсь. Но это вредно может быть? Ну мне так кажется, а там не знаю. Я бы не стал. Рынок это отдельный вид искусства. Большой мощный кукуруз. А у Ивана кузина большая кукурузина. Я точно пересматриваю тиктока в последнее время. Я готов есть это всё лето. Да всю жизнь. Пельмонара. Это как классическая карбонара, но с пельменями. И это я готов есть. Как чипированная распечатала QR-код в инфомате поликлиники. Зашла в кафе. Администратор потребовал QR-код в электронном виде. Я сфотографировала распечатку и показала ему фото из галереи. Он отсканировал мой экран своим телефоном. Киберпанка не будет. Киберпанк отменяется. Большинство рецептов должны начинаться со слов «возьмите выходной день» и «половину зарплаты». Кто пишет «возьмите кредит на морковь». Да, увидели цены на морковку? Это чё вообще такое? Мужчина не приходит на работу из-за страха испортить идеальный снежный покров своими следами. Его начальник. Ну ладно. Рисование непредсказуемо. Вначале ты думаешь, что знаешь, как выглядят вещи, а через пять минут ты гуглишь «птица». Не, ну ты знаешь, как она выглядит, но тебе ж нужно нарисовать в определённой перспективе. Какое твое первое воспоминание? Наш десантный межгалактический звездолёт идёт на посадку. Бойцы разбирают свои плазменные автоматы. Потом вспышка, яркий свет. И вот я маленький житель Земли, лет где-то трёх. Стою посреди комнаты и кричу маме, что я обкакался. Хотя... Какой кошмар. Я пытаюсь деликатно обратить внимание кота на насекомое, чтобы он его поймал. Кот, который в этой жизни охотился только на котлету. Наконец-то достойный противник. Наша схватка будет легендарной. А у меня Силя сама живность находит в квартире. Не знаю, откуда она её берёт, как она её находит, но живность это куда-то пропадает. И Силя чавкает после этого. Старость подъехала. Когда рассмешил мамин прикол из ватсап. Когда рассмешил мамин прикол из ватсап. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Дочь в ютубе, сын тиктокер. Что мы сделали не так? Забросил старик невод. Поймал золотую рыбку и сказал. Хочу, чтобы наша сборная наконец-то стала чемпионом Европы по футболу. Дождись 11 июля и выберешь нужный. Ответила рыбка, исчезла в воде. Старик стоял на берегу, разглядывая два паспорта. Английский и итальянский. Так даже лучше. Бог, ты земноводная. Лягушка, что это значит? Бог, ты можешь дышать в воде и на суше. Лягушка, то есть по сути я русалка? Бог, нет, это не... Лягушка шепотом. Я самая маленькая русалка. Эх, Борька, скоро ты вырастешь, будешь прям как папка. Такой же сочный и вкусный. Кто пишет, и грустно, и вкусно. Ну да. Вот так и выглядит настоящее лицемерие. Кто пишет, поэтому я выбираю котов. Да ладно, по-любому среди зрителей есть такие люди, у которых собаки нормально могут делиться своей едой и не возмущаться. Типа они понимают, что ты делишься своей, значит они будут делиться своей. А автор мема походу не делится со своей собакой. Интроверты такие. Настраиваюсь на звонок, звонок, отхожу от звонка. Да, весь день прошел. А ты правда переводчик с учительского? Правда. А переведи мне, что значит я обидничать нехорошо? Мне пофиг, что тебя кто-то обидел. Разбирайся со своими проблемами сам. Но учти, если ты дашь отпор обидчику, я накажу тебя за драку. Так и живем. Я зевнул. Все, кто видел, что я зеваю. Кто пишет, и тут я зевнул. Правда, блин, не обманули. Никогда не видел зверька счастливее. Это же Квока, да? Квока. Оригинальная презентация подарка, конечно, но думаю, черепашка в стрессе. Бедная черепашка. Но она теперь черепашка-ниндзя. Есть два типа людей. Те, кто собираются в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за два часа до вылета и пытаются сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге. Турция. Какая Турция? С милым Васей на матрасе. Кто пишет, зато экономически выгодно. Шведский стол для комаров поплыл. Требую внести закон, по которому портативные колонки будут продаваться только с 18 лет и по справке из психдиспансера. И акустика в машину также, только по справке. Задолбали пердячие тазики. Да, ездят такие под окнами. Ну, шо поделать. Вот что на самом деле произошло в тот злополучный день в Китае. Бздыньк. Опс. Рынок открывается в 8.00. Бабка у входа в 6.18. Так королева Елизавета что ли? Ломится в Букингемский дворец? Ну, я не знаю, похоже просто. Минус ремонта своими руками в том, что недостатки видишь, а руки оторвать некому. Чем я еще могу вам помочь? Вы не ответили ни на один вопрос, спасибо. Спасибо за обращение, до свидания. Спасибо, 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 спасибо. Китай официально заявил, что панды спаслись от вымирания. Они перестали считаться исчезающим видом. Не, ну это лайк однозначно. Офигеть, какие в ботаническом саду брокколи. Ну, так их же там держат в тепличных условиях, конечно. Даже интернет не дает мне помечтать. Каждый раз напоминаю, что я бедняк. Вы смотрели Пош Панамера, Ягуар. Персонально для вас, Лада. Лада. Вот так выглядит сон в жару. Кто пишет, а вот так работа. У метро женщина едет на детском самокате. За ней бежит девочка и не может ее догнать. Кричит, мама, стой. Догоняет мама и говорит, ну что, почувствовала себя мной? Ответочка. Я пытаюсь ночью тихо подвинуть стул на кухне, чтобы никого не разбудить. Стул. Рок-концерт начинается. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Порося, передай привет. Конечно же, поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И заценивайте другие мои видосы. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»